Яйцо после раствора я потом просто мою под проточной водой и все. Не поступила после 9-го. Я пошла в 10-й класс и уже потом после 10-го поступила на модельера-конструктора. На день рождения тебе колпак оденем. Будешь как путный. Ну что ты? У меня уже был такой вариант, когда я тоже проворонила. И вставила уже шпажки в остывшие пряники. Что, здороваться-то будем? Доброе утро всем. Доброе утро. Доброе утро. Мы сегодня уже в 7 часов папу на работу отвезли. В 6 часов мы. Я встал в полуседьмую. Я бы встал в 7-м. Юрюша сам поздно у нас встал только. В 7-м. Нет, ты даже не в 7 встал, а в 8-м. В 15-м минут где-то восьмого встал. А я завтракаю долго, поэтому не дофига. Пошли с Олегом на работу, а они вон одевались пока. И то приехала, а они половину не одеты. Я же даже к тетиле не успела заехать за машинкой. А вы не успели одеться. Как так получается? Не знаю. Не узнаешь? Да. Времени не хватает, да? И мультики посмотреть, и поразговаривать по душам с утра-то. Там было хорошо, и мультик. Ну, Чип и Дейл смотрели. Чип и Дейл, да. Я помню, мой любимый мультик. Утина история еще мне очень нравится. И мне. Все, Никитушка, пошел в школу. Ничего не забыл? Он телефон взял? Ты не видел, Кирилл? Он не взял. Не взял? Ну, ладно, сейчас домой приеду, проверь, взял или не взял. Не взял. У него там стоят на зарядке. Ну, ничего ж теперь, опять без телефона будет. Ты сейчас всем карточки раздал. Кирюша взял с собой карточки миньонов, сказал, будет раздавать. Искали с утра спиннер. Там девочка вчера его с утра просила спиннер принести. Не нашли? Раньше столько спиннеров было. По всему дому валялись. Сейчас ни одного не нашли. По плану у меня сегодня сделать пряники. И залить их глазурью. Пряничного теста у меня мало осталось с прошлого раза. Поэтому я сейчас заново сделаю тесто. И здесь я уже в содовом растворе яйцо на глазурь тоже уже замочила. И еще хочу сегодня сделать подушку. Наконец, забрала у Лен машинку. Вот для вот этого пушистого чудика. Априлягиваю, прилягиваю. Не знаю уж, почему она ему так понравилась. Сделала я вообще эту скамейку для других целей. Я думала на нее что-нибудь ставить. Я ее сама покрасила. Сначала зашкурила, а потом покрасила. Это от хозяев этого дома осталось. Бывших. Я так поняла, что это нижняя часть от какой-то вообще мебели. Может быть здесь стекло наверху было. То есть я имею в виду зеркало. Может быть шкафчики какие-то. Мне она так понравилась из-за вот именно из-за ножек вот таких фигурных. Ну да, да. Ну что, нельзя что ли? Что, твое что ли? Ну можно чуть-чуть, чуть-чуть потрогать. А тебя можно потрогать? Ну ладно. А сам не кусает, чуть-чуть дотрагивается и все. Почему я не кусаю? Да, да, да. Играться-то хочется. А нельзя кусаться? Ну все, я больше не буду. Сахар растопился. И теперь можно добавлять соду. Мне нужно 2 столовые ложки, но без горки я добавляю. Так. Так раз. Два с. Сейчас перемешаю. Хорошо перемешиваю, чтобы никаких комочков соды не оставалось. Это вот реакция соды и меда. Что мне нравится в этих пряниках, то что они хранятся до 4 месяцев. У меня, кстати, есть где-то памятка, как хранить и как вообще оживить потом пряники, если они долго хранились. Как сделать, чтобы они стали мягкими. Но они сами по себе все равно остаются мягкими. То есть нет такого, что там зуб сломаешь. Так. А теперь добавляем сливочное масло. Сейчас остынет и яйцо будем вводить. Яйцо добавила уже только не в горячую смесь добавляйте. То есть подождите, пока остынет, ну примерно где-то до 50-55 градусов. А то свернется яйцо. И все. И перемешиваю миксером. Кстати, спрашивали, какой у меня миксер ручной. Это Polaris PHM 3009A. Я уже второй раз беру эту модель. Первый такой миксер у меня проработал полтора года. Каторжный труд у него был. И за полтора года я его использовала каждый день. У него маршмеллоу просто, я не знаю, килограмм, прям вот такими большими чашками. Намесил. Вот мне и нравится эта модель. Второй раз я ее беру. И мне нравится то, что он выносливый и он шустрый очень этот миксер. Хотя у него не очень большая мощность. Всего 300. Все, достаточно. Мы не взбиваем, мы просто перемешиваем эту смесь до однородного состояния. Ввожу по чуть-чуть сюда муку. Главное не переборщить с мукой. Я вот указала. У меня на Я Тортодел есть этот рецепт. И уже многие девочки им давно пользуются. Я им пользуюсь уже, наверное, года 3-4. Я уж не помню даже сколько. Но мне он нравится этот рецепт. Вот. И я там указывала, что примерно где-то 500 граммов муки. Вот я 500 граммов отмеряю. То есть просеиваю. Но не все использую. Где-то 450 у меня такое уходит. Сначала вот по чуть-чуть ввожу, перемешиваю. А потом, когда уже больно густая масса получается, я уже на стол переношу и там вымешиваю. Все рецепты, которыми я пользуюсь, они все есть на Я Тортодел. Абсолютно все. Вот я в прошлый раз делала капкейки. И несколько комментариев было, чтобы рецепт я указала. На Я Тортодел он есть ванильные классические капкейки. Тоже это самые первые, которые я начала делать. Классические. Вот. Смотрю, чтобы оно не сильно липло к перчаткам. И все. Я перестаю добавлять муки. Мука у меня вот еще осталась немножко. Оно сейчас теплое, поэтому оно такое мягкое. Вот кажется, что оно уже будет прилипать. Нужно еще добавить муки. Нет, не стоит. Лучше вы ее потом добавите еще. После холодильника оно станет более податливое. Все. Отправляю в холодильник, в пакет и в холодильник. Часа на два, а потом его можно будет раскатать. Цвет теста зависит и от меда, который вы используете, и от количества пряностей, которые вы туда добавили. Здесь уж, мне кажется, по пряностям это на вкус и цвет. Кто-то любит побольше, кто-то поменьше. Все. Вот. Сильно долго я не вымешиваю. Вот такой. Вот. Это тесто мне еще нравится тем, что его можно долго хранить. Как в холодильнике, так и в морозилке. То есть его можно сделать в разобас. И когда меня, помню, еще спрашивали в комментариях, на какое количество пряников хватает такого теста, ну, здесь, мне кажется, ответ не даст никто. Потому что я не знаю размер ваших пряников, которые вы делаете. Может, вы там будете делать от четвертого формата. То, конечно, у вас там на два пряника только хватит. Делается оно несложно, быстро. И всегда можно сделать его заранее, впрок. То тесто, которое у меня в остатке сейчас в холодильнике, оно более темное, потому что я там использовала другой мед. Здесь у меня цветочный мед. Он вот такой вот светлый. Это в магазине кончился у меня тут. Мало я взяла в этот раз меда. Обычно я в банках беру домашний мед. А тут он еще так быстро кончился. Яйцо после раствора я потом просто мою под проточной водой. И все. На птичье молоко я целую чашку их так вот замачиваю. Минут на 10. Я тут уже начала выкраивать подушку. Померила. У меня, получается, длина этой скамьи 75. И 30 ширина. Я ширину буду делать 36, потому что идет полтора сантиметра припуска на каждую сторону. И еще 3 сантиметра я дам на подъем. Так как это у меня будет объемная подушка. Вот. А по длине у меня получается... Вот в два раза я сложила. У меня будет один шов боковой. Вот здесь вот. Как раз ширина ткани полтора метра. По лапу 75. Сейчас вырежу. И ее можно будет там синтепон обрезать по размеру. И начать уже боковые ши выстачивать. Шью я вообще лет, наверное, с 10. Но я имею в виду не серьезные такие вещи. А вот начинала с платьишек для кукол. Для Барби. Сначала я вручную все это шила. Сама вырезала там вручную. Сама выкройки делала. А потом от бабушки мама привезла ручную. Вот такую вот ручную машинку. Ну, сколько мне было? В пятом классе я была. Глядь 11, наверное. И вот тогда я начала строчить все подряд. Сама разбиралась с этой машинкой. Она там половина была неисправна. Мне это нравилось. Я вот вечерами на пролет сидела там, что-то строчила, какие-то кармашки. А потом мне мама отдала свою ножную машинку. Они ее потом переделали под электрическую. А когда ручная вот машинка у меня была в 11 лет, у меня сестра в то время училась, как ее назвать? Зульчикомбинат, по-моему. Она мастер по меху, старшая Юля. Она шьет шапки, то есть у нее и колодки. Она этим занималась и в Чемкенте. И здесь она брала заказы. То есть меховые шапки вот такие вот объемные, то есть на колодках. Она это все умеет. Шубы. Вот. И с этого уч-комбината она мне прям чуки приносила. И меха, и кожи, и ткани различные. Вот с этого все и пошло. А потом после 9 класса я поступала в механико-технологическую технику. Не поступила после 9. Я пошла в 10 класс. И уже потом после 10 поступила на модельера-конструктора. Я хотела именно на модельера-конструктора. Проучилась там 4 года. Защитила диплом я на 5. Я диплом сдавала по историческому костюму. Мужской исторический костюм. С длинными такими рукавами. Феррис называется. Вот я его шила. Я сама удивилась, что я на 5 сдала. Очень сложный был, потому что костюм. Но на тот момент у нас, помню, вся группа очень хорошо сдала. У нас в группе одни девочки были. Ни разу не пожалела о том, что вот я выучилась на модельера-конструктора. Пусть у нас невостребована эта профессия, я имею в виду, в провинции. То есть единственное, куда ты сможешь устроиться на работу, это в какое-либо частное ателье, либо на швейную фабрику за гроши с утра до вечера работать. Меня и отговаривали. На тот момент родственники моего бывшего мужа говорили, что это за профессия, нигде не пригодится. Чуть ли не лучше на маляра бы пошла. После техникума я поступила в университет московский на ту же профессию, на модельера-конструктора. На второй курс сразу заочно. Но мой бывший муж мне сказал, что, в общем, не будет он платить за учебу. Я тогда устроила школу работу. Самым низким разрядом учитель очень мало получал. Я уж не знаю, сколько сейчас учителя получают. Вот, и я пошла, забрала документы. Вот такая вот история модельера. Ну, я работала... Никитка была беременная до секрета. Я работала в ателье в частном с сестрой. А потом сестра, когда открыла свое ателье здесь, я работала в нее. И уже, получается, на двух работах работала. До декрета с Кирюшей я и в ателье работала, и продавцом-консультантом оргтехники в магазине. Пока вырезала, все рассказала. Синтепон. Сейчас принесу синтепон. Ага, а с синтепоном-то у меня проблемы. У меня он кусочками. Я думала, он цельный, потому что он у меня в пакете был свернутый. Так, ну, придется тогда сейчас источать боковые швы, а потом уже в готовую, так скажем, наволочку уже буду укладывать синтепон. Вот моя машинка. Ей уже, наверное, лет 9. Я ее покупала в рассрочку, помню. За 7,5 тысяч. На ней же я и в ателье у Юли работала. Домой, если что, она не очень тяжелая. Если что, могла и домой отнести. Там пошить. И оверлок у меня еще есть, но он сломанный. Там какая-то деталька у меня сломалась. Я уж не помню, какая. Надо его вовсе в ремонт отвезти. Я то забываю, то за ненадобностью. То есть я не вспоминаю про него. Мне бы легче всего было бы мастера вообще вызвать на дом, чтобы меня отремонтировал оверлок. Если, может, кто из Сызра не знает, мастера по швейным машинкам, по оверлокам, вы, может, мне кинете контакты. А, шпульки. Сейчас шпульку освобожу. Сестра видать, что-то черное шила. Больно много намотала она тут. Не хватит места на шпульки. Привет, сынок. Привет. Что ты делаешь? Я шью коту подушку. Подушку? А, ты хотела? Да. Понятно. Знаешь, что я получила? Что? Пятерку по математике. Это дневник она им журнала. И пятерку по истории. Ну вот. Это что, уже по истории у тебя две пятерки стоят там? Больше. Больше? У меня все пятерки. У меня вроде одна четверка. Я не помню. Но у меня и так там выходит. Пять, пять, четыре. Да, отлично. Для самой главы. Главное будет, что я все. Все, иди переодевайся. Я сейчас все позакрену. Она, кажется, помнишь, которая у меня? Не то, что новая. Ставь, другую. Другой. Угу. Поняла. Так, пропускает у меня. Запускает. Сейчас я иголку другую поставлю. Поменяла иглу на суперстрич. И все, нормально пошло. Не посмотрела, какая иголка стоит. Там обычная стояла. Девяносто. А для трикотажа лучше суперстрич, конечно, использовать. Чего-то я начала уже МК. Попошу. Перерыв небольшой шитье. Сейчас Кирюша... Ой, Кирюша, Никита, покушай. Любимый суп Никита. Горобков. Я не виноват, что он вкусный. Ты не виноват, что он вкусный? Через час в школу ухожу, да? Ну, как раз есть время отдохнуть. Швы я проложила по всем сторонам. И здесь оставила... Ой, сейчас потише стелек сделаю. И оставила здесь вход, как пододеяльник вставляют. Вот сюда сейчас выверну. Углы только подрежу тут. Сейчас выверну и туда синтепон начну набивать. Это будет Коржику на день рождения подарок. У него 10 ноября день рождения. Годиком будет. Ну, в принципе, прикольно. Сейчас вот эту вот дырочку я зашью. Будет у меня вот здесь вот шов небольшой. Буквально на 1 мм от края. Вот. И еще я хочу сделать вот здесь вот пуговички. Или просто прошить. Так, так и так. Такая вот она будет. Ну вот, сделала шов. В принципе, так я сделала. То и вот они очень-то и видны, этот шов сбоку. Сейчас сделаю разметки в трех местах. И попробую простегать. Ну вот, подушечка. Конечно, с пуговичками поэффектнее посмотрелась. Ну ладно, как будто в Сызрани там заеду. У меня ткань осталась. Заеду, потяну пуговицы. Там в одном из тканевых магазинов есть такая услуга. Сейчас я хозяина подушки позову. Вот мне и найду его еще. Смотри, что я тебе сделала. Смотри. Давай, ложись. Давай. На день рождения тебе колпак оденем. Будешь как путный. Ну что ты? Давай спать. Давай, я тебя поглажу. Давай, мой сладкий. Давай поспить чуть-чуть. Я же тебе старалась. Ну что, смотри, как мягенько. Старалась. Давай, ложись. Ложись, мы сладкий. Ложись. Коржик. Мам, старалась, только ты не хочешь. Садись. Давай. Вот. Давай вот так прилягиваем. Давай. Как сфинкс. Как сфинкс будешь. Давай. М? Прилягивай. Смотри, как красиво лежишь. Смотри, как красиво лежишь, Коржик. Нравится? Нравится? Видимо, сладкий. А что с лицом? Разбудила. Ну как тебе? Да ты моя. Мой котик. Ну, видишь, а ты говорил, не надо, не надо. Смотри, засыпаешь даже уже чуть-чуть. Немножечко засыпаешь. Ну все, я не трогаю твое, твое место. Даже не претендую. Красавчик мой. Тесто отдохнуло уже, могу приступать к пряникам. Я буду их вырезать по шаблонам вот таким вот бумажным. Распечатала я их на бумаге для акварели. То есть она поплотнее. Мне надо 4 вот таких медвежонка, 4 с подарком. И еще у меня будет 4 облачка и 4 единички. У меня есть форма для пряников медведь, но он в другом там положении. Не совсем подходящий. Вот захотели именно, чтобы один был вот такой мишка, а другой такой. Ну сейчас вырежу, испеку и пусть устывает. Медведи готовы. Духовку разогрела до 180. Отправляю на 10 минут. Все. Если нужно вставлять шпажки, то лучше это делать прямо горячим. Если не нужно, то и не трогайте. Потом, когда остынут, перенесете. Потому что они сейчас пока горячие, а не мягкие и хрупкие. Можно повредить. Здесь я уже единички наделала. Сделала еще вот такие вот поменьше облачка. Это вот у меня на 14-й торт. Я думаю, что это я буду двойной работ делать? Надо сразу все сделать. Вот. Эти пойдут на этот заказ. То есть с мишками Тедди единички облачка и мишки Тедди. Это у меня просто пряники заказали. Облачка поменьше на торт на 14-й. Вот еще для торта на 14-й я распечатала картинки розочки и цвета. Сейчас их вырежу и тоже. Здесь у меня есть свободные места. Тоже прянички будут. Эти пряники облачка, единички и мишек. Заказала девушка вообще не из моего города. У нее родители просто заберут у меня. У них вообще получается день рождения 15-го ноября. Но так как я после 15-го октября, возможно, не смогу ничего сделать. Вот. Мы договорились, что я сделаю заранее. В пакетике упакую. Родители заберут ее и отвезут ей. Они поедут все равно на праздник к ним. Вот. Поэтому у меня будут мишки-путешественники. А, и давайте, наверное, может быть, я картинки, которые я использовала, возможно, они кому-нибудь пригодятся. И памятку для пряников, которые у меня есть для клиентов, я их выставлю в группе ВКонтакте, группа Я Тортодел. Вот. Картинки вдруг вам нужно будет такие же, чтобы не париться, не искать. Я же все равно их уже сделала. Ну вот. В розочку и цветану мне необходимо ставить шпажки, так как это у меня будут топеры. Поэтому вот сейчас они теплые как раз. Еще можно вставить шпажку. Не повредив пряник. Я обычно вставляю прям на всю высоту пряника. Потому что получается топер достаточно высокий, 13 сантиметров. Хотя картинка у меня 10 была. То есть увеличиваются настолько они в размер. Так. Все. Все, пусть остывают. Я поеду за Кирюшей. У нас новый кот. Давай, мяукни. Ну, что-то какой-то маленький, как будто котенок. А на лавку даже не помещаешься. Ну, давай, сладяй оттуда. Это не твоя подушка. А я. Я тут в топеры-то вставила шпажки, а в облака-то нет. Потом, когда уже приехала, мы, кстати, кашлять начали. Да, Ольга Александровна сегодня сказала, после обеда начал кашлять. Завтра опять садят не пойдем. На обеде начал кашлять. На обеде начал кашлять. Ну, вот опять. Ну и вот, и пока туда-сюда ездила, приехала. Они у меня-то уже остыли, пряники. Ну, я попыталась вставить уже в остывшие. Здесь вот удачно, а здесь, видите, треснуло. Но я все равно покрою их глазурью. У меня уже был такой вариант, когда я тоже проворонила. И вставила уже шпажки в остывшие пряники. Ну, ничего, потом глазурью покрыла, вроде все держалось. Посмотрим. Если будет неудачный вариант, то заменю облака на меренги. Меренговые облака сделаю. Безвыходных ситуаций в любом случае не бывает. Так, сейчас я отмерю 160 граммов сахарной пудры. Мне нужно здесь у меня уже белок и лимонка. И буду сначала постепенно скорость увеличить. У меня получается где-то до третьей скорости я дохожу. И у меня появляется большое количество пузырьков. И я начинаю постепенно добавлять сахарную пудру, буквально по одной столовой ложке. Моя тебе подушка. Нет, это не твоя подушка. Моя? Нет, это не тебе. И я здесь буду спать. Это я коржику сделала. Буквально по одной ложке постепенно. И когда уже все ввела, прям на несколько секунд на самую большую скорость ставлю. И все, и потом по мешкам. Для контура я еще чуть-чуть добавляю, то есть откладываю в отдельную чашу, добавляю чуть-чуть еще сахарной пудры. И у меня идет эта глазурь для контура. Сейчас, сынок, я объясню. Вот, а остальное идет на заливку. Если слишком густая получается, но я потом сделаю, я вам покажу консистенцию. Если слишком густая глазурь получается, то немножко водички можно добавить и опять перемешать. Ну все, начинаем. Вернее, я неправильно вам сказала про большое количество зеркосковых меренгий. А здесь просто мы сделаем, пока немного разойдется белок. То есть уже не такой слизкий будет, а больше кладинистой массе. Вторая пока. Вот до третьей дошел. И вот чуть-чуть начинаю сахарную пудру добавлять. Вот, все 160 граммов сахарной пудры ввела. Но, смотрите, она слишком быстро стекает в глазурь. Она должна как бы лениво стекать, не так быстро. Поэтому мне нужно еще сейчас добавить немножко сахарную пудру. Да, вижу, вижу. Красиво, как цветочки. Ну, повесь в зале, где-то все свои рисунки вешаешь, туда вешаешь. Нет, здесь нельзя. А, ты хочешь поставить? Да, поставь тогда. Только не на обои, ладно? Вот так? В зале-то старые обои, там можно скотчем прикреплять рисунки. Здесь не надо. Вот так? Да, красиво. Ой, Люба, дорого смотреть, Кук. Ну вот, еще буквально неполную столовую ложку сахарной пудры добавила. Вот теперь, смотрите, когда я делаю вот так вот, вроде как бы бороздка-то остается, но она закрывается, лениво так закрывается. Вот такая консистенция. Поэтому я никогда не измеряю, ни белок не взвешиваю. Единственное, что сахарную пудру беру 160 граммов, потом по необходимости либо добавляю, либо вот разбавляю водичкой. Так, сейчас немножко перенесу в эту чашку и добавлю еще сахарную пудру и перемешаю. Это у меня будет для контура погуще. Контур готов. Сейчас подсохнет и залью все. В общем, хватило мне этого замеса не на все пряники, а лишь на те, на которых мне нужно будет рисовать. Их я в первую очередь покрыла. Как раз получилось 10 пряников, чтобы они просохли. И завтра я уже начала чуть-чуть рисовать на них. А для облаков и единичек еще другой замес сделаю. Глазури.